Всем привет! С вами компания Notic.ru и в 2014 году, скорее всего, будет активно продвигаться тема со всякими смарт-часами, умными браслетами и другой подобной электроникой. Мы уже делали обзор на два таких девайса и сегодня поговорим о третьем. Это Samsung Galaxy Gear. Это так называемые смарт-часы с дисплеем 1.6 дюйма, разрешением 320 на 320, Super AMOLED дисплей у них. Ремешок у них прорезиненный, такой мягкий. На нем же находится камера с одной из сторон. Фронт здесь 1.9 мегапикселей, не особенно мощная камера, сразу скажу. Застегивается он на металлическую застежку, ремешок, естественно, регулируется практически под любую руку, а корпус выполнен из металла и пластика. Верхняя часть из металла, а нижняя из пластика, где находятся контакты для подключения зарядного устройства. На руке часы выглядят следующим образом. Я могу сказать, что на самом деле они не очень стильные. Бывает серый вариант, бывает вариант белый, бывает золотистый, но надо сказать, что вот кто-то из внешнего вида вряд ли их будет покупать, потому что как-то липовато они выглядят, не очень стильный аксессуар. Ну, понятное дело, что стиль эта вещь довольно индивидуальная, но в основном эти часы, скорее всего, будут брать не за внешний вид, а за функционал. Экран у нас сенсорный, здесь находится некоторое количество приложений, и часы это не самостоятельный продукт, они работают в связке с смартфоном. То есть мы подключаем их к смартфону, и они его дополняют. Недостатком здесь является то, что работают они только с линейкой Samsung Galaxy, то есть не со всеми телефонами, а конкретно только с пятью. Возможно, в будущем эта линейка будет расширена, но уже сейчас можно сказать, что ни с чем, кроме Samsung, эти часы работать ясное дело не будут. Теперь о том, как подключить часы к смартфону. Мы будем использовать Samsung Galaxy S4. Заходим в настройки, и здесь нужно включить три функции. Во-первых, это Bluetooth, во-вторых, NFC, а в-третьих, это Beam. Включив именно все три вот этих вот вещи, мы сможем подключить часы к смартфону. Причем система не очень очевидная, потому что сами часы подключить нельзя, для этого их для начала нужно в Cradle специально упаковать. Здесь идет в комплекте Cradle пластиковый, ну как чехольчик такой. Он нужен для зарядки, и он нужен для синхронизации с телефоном. То есть мы упаковываем часы вот сюда, здесь есть рычажок для открытия Cradle, и здесь же micro USB порт для зарядки. Так вот, когда мы в Cradle часы подносим к телефону с включенными тремя функциями, вот этими Bluetooth, Beam и NFC, у нас на экране загорается предупреждение о том, что обнаружены часы, и дальше в автоматическом режиме установится проложение специальное для управления часами, и у нас как бы часы связаны с телефоном. Одновременно может быть связано только с одним устройством часы, то есть нельзя подключить к двум телефонам, к телефону и планшету нет, только к одному телефону можно подключить часы. У нас проложение, естественно, уже установлено, при входе в него возникает вот такая вот подсказка с обучением о том, какие функции у этих часов есть, какие жесты и другие вещи. Но здесь всё достаточно очевидно, причём красивые картинки, всё достаточно ясно и понятно, как это делается, как навигация, как возврат, как включить камеру. В общем-то, можно сказать, что основных полезных жестов здесь два, это двумя пальцами, если коснуться экрана, мы попадаем в настройки яркости, а если мы сверху вниз проводим по экрану, то с главного экрана мы попадаем в камеру, а с любого другого это как кнопка назад. Ну, в общем, там достаточно легко разобраться, может быть, я не очень понятно объяснил, но кто купит часы, тот легко с этим всем освоится. Дальше идём в настройки вот этого приложения, Gear Manager, и здесь у нас настройки часы, соответственно, какого вида у нас будут часы, можно докачать дополнительно из встроенного магазина, то есть какой будет вид, какая информация отображается, там погода может отображаться, текущая геопозиция, какие-то заметки. Отсюда же осуществляется управление всеми приложениями на часах, то есть приложения, которые установлены на часы, своих настройок не имеют, все настройки находятся на телефоне вот в Gear Manager. Соответственно, здесь мы меняем всё, что хотим, дальше у нас рекомендованные приложения от Samsung, то есть что рекомендуют они нам ещё установить на часы, но список здесь довольно странный, особенно для России. Следующая функция здесь интересная, это найти мой Gear, это если вы потеряли часы, то можно отправить запрос на часы, при этом они будут пищать, и у них загорится экран. Сразу хочу заметить, что ищет он не на огромном расстоянии, то есть внутри квартиры вы, естественно, часы найдёте, а если вы забыли их у бабушки, а у себя дома включили функцию найти часы, то, разумеется, нигде ничего на другом конце города не запищит. Также у нас настройки не посадятся на часов, это управление жестами, управление автоблокировкой, как включать, как переключать, что, ну, то есть здесь настройки достаточно аскетичные, тоже всё понятно. Следующее у нас уведомление, это то, какие уведомления будут образаться на часах, то есть от каких программ телефона будут приходить также дублироваться сообщения на часы. Ну, понятно, SMS, там имейл, какая-то погода, входящие вызовы, всё тоже достаточно просто. И последнее здесь это Samsung Apps, это магазин приложений для часов. Здесь примерно сотня приложений, где-то около того. Я могу сказать, что некоторые категории практически пустые. Вот приложение финансов всего одна программа, приложение утилиты, программ, конечно, побольше, но там почему-то половина из них это разные дизайны часов, которые почему-то находятся в приложении утилиты, а не вот в разделе часы. Ну, и я могу сказать, что я на самом деле ничего не устанавливал дополнительно сверху имеющегося набора, потому что как-то странно, вот социальные сети, здесь нет ни Facebook, ни Twitter, ни ВКонтакте, ни Google+, здесь какие-то непонятные соцсети. И, честно говоря, кроме того же, например, Evernote, я не знаю, что ещё сюда можно установить для пользы. Ну, какие-то развлечения тут есть, но вряд ли вы будете играть на часах, это довольно смешно. И, откровенно говоря, я не думаю, что здесь будет в будущем 28 миллиардов приложений, то есть, может быть, что-то, конечно, появится, но не думаю, что прям вот каждый Facebook, там, Twitter напишет своё приложение. Попасть в Gear Manager очень просто, из шторки всегда вот здесь есть текущая, мы сразу попадаем в него, что часы подключены у нас, и слева вверху у нас пиктограммка опять-таки с часиками, которая показывает, что часы у нас соединены с смартфоном. Включаются часы кнопочкой сбоку, здесь всего одна кнопочка, и скроллом горизонтальным по экрану мы переключаемся между приложениями. Ну, здесь вот контакты есть, журналы входящих и исходящих вызовов, то есть, здесь будут пропущенные звонки, исходящие, входящие звонки, отсюда можно сразу же контакту перезвонить. Смахиваем сверху вниз и попадаем назад. Вот этот жест, это как раз назад вернуться. Следующий у нас раздел – это приложение. Здесь, причём, дублируются приложения с основного экрана, то есть, большие пиктограммки, а здесь их по четыре штучки. Ну, не знаю, может быть, как-то удобнее вот иногда здесь что-то включить. Не все приложения есть на главном экране. Дальше – настроечки. Настроечек здесь немного. Повторюсь, основная часть настроек на телефоне. Здесь так по-быстрому что-то сделать. Звук отрегулировать, яркость, дисплей, там, блютуз включить-выключить. Не знаю, зачем включать-выключать блютуз на нём. Сброс гир происходит также отсюда. И следующий пункт, который у нас есть – это шагомер. Шагомер, ну, это когда мы идём, рукой трясём, он отсчитывает шаги. Это полезно для тех, кто спортом занимает, ещё чем-то всё достаточно просто. Следующее – это управление проигрывателем. Ну, здесь громкость плюс, громкость минус, трек вперёд, трек назад и плей-пауза. Вверху пишется название композиции и исполнителя, и больше здесь особенно ничего нет. Причём обложки альбомов он почему-то не погружает. Там всегда будет написано «Самсунг». Не знаю, может, так и должно быть. Может, у меня какие-то обложки неправильные. Следующее приложение у нас – это галерея. Ну, понятно, для чего оно нужно. Оно нужно для просмотра фотографий. Тут есть нюанс. Здесь будут только те фотографии, которые сняты непосредственно на часы, а не те, которые на телефон. То есть, всё, что вы снимаете на телефон, вы на часах посмотреть не сможете. При этом всё, что вы снимаете на часах, автоматически будет приходить на телефон. Там в галерея создается дополнительная папочка с фотографиями, и все фотки с часов будут сами туда заливаться. Сейчас попробуем найти какую-нибудь фотографию. Например, вот эту я фотографировал с ноутбуком. И в галерею, сейчас посмотрим, открываем. И у нас вот здесь вот справа вверху у меня папочка Galaxy Gear, она автоматически создаётся, и в ней все фотографии, которые с телефона. Вот она, эта самая фотография. Что касается качества камеры, ну, я могу сказать, 1,9 Мп что-то сфотографировать, какое-то расписание, объявление, какую-то информацию, вы, конечно, сможете, но именно как художественную фотокамеру использовать её не получится, потому что качество снимков, откровенно говоря, скверное. Своей памяти у часов 4 ГБ, я могу сказать, что на 1,9 Мп камеру можно фоток снять достаточно много, причём, если вы удаляете фотки с часов, то на смартфоне они у вас всё равно останутся. Возвращаемся назад, идём дальше. Следующее приложение – голосовая заметка. Ну, голосовая заметка – это фактически диктофон, то есть вы можете что-то надиктовать и оставить себе потом прослушать на 5 минут тут заметки. Следующее приложение у нас – это S-Voice. Это голосовой ассистент от Самсунга, такой некоторый аналог Siri от Apple, и здесь можно, там, сказать голосом, позвонить к какому-то контакту, прочитать сообщения и тому подобные вещи. Я могу сказать, что в быту это не очень удобно, потому что если на улице это дело там шумно, люди говорят обычно, ну, именно с часов, то есть в метро каком-то. Дальше у нас уведомления. Уведомления – это, понятно, самая интересная вещь. Вот, например, нам пришло СМС-ка, сразу на часах отображается, от кого пришла СМС-ка, что это такое, проводим по экрану, сразу прочитать можно СМС, и здесь же можно позвонить этому контакту, посмотреть это же сообщение на устройстве. Вот я закрыл текущее сообщение, и чтобы ещё раз его посмотреть, нужно опять крутить этот список, но я, конечно, не в ту сторону начал крутить, надо было крутить вправо, а не влево. Вот долго крутим, попадаем опять в уведомление, здесь написано, что у нас есть два уведомления. Вот верхняя – это СМС-ка пришла, а нижняя – это пропущенный вызов. И здесь же будут уведомления о новых e-mail, о каких-то других вещах, о том, что вы настроите на смартфоне, где мы ставили галочки на разные приложения. Нажимаем на устройстве, и у нас автоматически включается Galaxy наш, и здесь у нас с программкой СМС можем что-то ответить. СМС отвечать с часов нельзя, то есть отвечать нужно именно с телефона, а вот позвонить можно непосредственно с часов. Звонить будет, естественно, телефон, но управлять телефоном вы будете с часами. Ну и само собой, что после пропущенного звонка в журнале вызовов у нас также будет отображаться этот звонок, и также будет отображаться СМС-чик, то есть всё вполне просто и понятно. Звонить можно как по списку контактов, из приложения «Контакты», здесь будет один длинный алфавитный список, поиска, естественно, никакого нет, если у вас контактов, как у меня, много, то в целом скролировать вы будете достаточно долго, ну или использовать свой. И также есть обычный набор номеров с клавиатуркой, клавиатурка достаточно большая, в общем-то можно набрать, вот наберём «Стонтмер», позвоним, стоит точное время в Москве, говорят, если позвонить. Ну и у нас телефон начинает звонить. У часов есть свой микрофон и динамик, ну и также можно использовать гарнитуру от телефона. Также есть приложение по поиску уже теперь телефона, то есть если часы у вас на руке, а телефон вы потеряли, то можно в обратную сторону позвонить, здесь опять-таки загорится экран, и будет звенеть мелодия. Ну и последнее приложение, о котором мы расскажем, это камера, камера с главного экрана включается жестом сверху вниз, то есть таким же, как назад на всех остальных экранах, или соответствующее положение камеры. У неё есть некоторые настроечки, там режим фокуса, режим фотографии, размер фото, есть также какая-то непонятная опция фото со звуком, ну то есть понятная идея, да, у вас будет фотография фоном, с которой будет звучать какой-то текст, там шум или ещё что-то. Вот включим её, посмотрим. Чтобы сфоткать, нужно просто тапнуть по экрану одним пальцем, вот у нас фотка сделалась. Ну вот у меня этот фото со звуком ещё звук будет писаться, но не суть. Чтобы фотографировать, нужно немножко всё-таки приноровиться, потому что экранчик маленький, плюс на запястье находится сам объектив камеры, и нужно аккуратно тапать по экрану. Ну и хотелось бы, чтобы камера была всё-таки получше. Что касается веса, то весит часы 75 грамм, это достаточно нормальный вес для часов. Мои обычные часы весят 50 грамм, Callisto вот недавно были часы от Iconbeat, они весили 100 грамм, то есть с весом никаких проблем нет. Хотя часы толстенькие, такие несколько громоздкие. Ну и опять-таки дизайн достаточно спорный. Ещё интересная особенность Galaxy Gear, что в них встроен гироскоп и акселерометр, и вам не обязательно нажимать на кнопку для того, чтобы посмотреть время. Вот сейчас переверну руку, поворачиваю сюда, оп, дисплей сам сгорается и показывает нам часы. То есть когда мы идём по улице, у нас рука опущена, а если нам нужно посмотреть время, мы просто поднимаем руку к лицу, и экран автоматически загорается и показывает, сколько времени у нас сейчас. Сейчас ещё раз я переверну к верх ногами руку, ну не к верх ногами, а другой стороной. Вот, переворачиваю, опа, и у нас часы показывают. То есть здесь определяется положение часов в пространстве для того, чтобы было удобно. В остальном режиме, естественно, энергия не потребляется. Что касается потребления энергии в целом, здесь 315 мАч батареечка. Сложно очень сказать, сколько они будут работать. Зависит от того, сколько уведомлений вам приходит, включённый шагомер и другие вещи. Но в целом я могу сказать, что вряд ли они у вас больше 3-4 дней проработают. Чтобы не сказать лишнего, я думаю, стоит остановиться на цифре 2 дня. Потому что вряд ли, конечно, кто-то будет покупать эти часы, если ему приходят полторы смски в день. Обычно это аксессуары для тех, кому нужно быть всегда в курсе дела, то есть кому много звонков, много смсок, много почты приходит. А это значит, что экран будет достаточно часто использоваться и сжать, соответственно, батареечку. Итого, Samsung Galaxy Gear, конечно, получился устройством весьма занимательным, но не лишённым недостатков. Во-первых, это привязка к линейке Samsung Galaxy смартфонов. Во-вторых, это то, что всё-таки батарейка не очень долго живёт поотносительно с другими обычными часами. Вот этот кредл нужно таскать с собой, зарядное устройство, или от компа заряжать. И стоят они в районе 11,5 тысяч рублей, что делает их не очень дешёвым приобретением. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Пока.